А камеру видно или что? Давайте на камеру. Уважаемые участники вебинара, просьба написать в чате, видно ли нас и слышно ли нас, чтобы мы могли начинать. Продолжение следует... Началась трансляция? Давайте звук проверим. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Здравствуйте, напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли нас сейчас видно и хорошо ли нас сейчас слышно. Глеб Евгеньевич, микрофон включен? Да, меня тоже должно быть, по идее, слышно. Просьба, опять же, написать в чате, хорошо ли нас слышно, чтобы мы могли начать. Так, ну все, плюсики нам ставят. У нас там презентация готова, Кирилл Ильич? Да. Ну начинайте. Только как-то она у вас странна. Очень странна. Продолжение следует... 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 Сегодня презентация инвестпортфеля на четвертый квартал 2015 года. Транслируем мы в первую очередь в формате вебинара, но есть у нас услушатели, которые находятся здесь у нас. Так получилось, планировали провести вебинар, но все-таки пришли люди. Здравствуйте, тоже мы вас приветствуем. Собственно, мы сегодня поговорим об инвестиционных идеях на предстоящий квартал. То есть, собственно, у нас осталось с вами всего лишь навсего времени до конца года 3 месяца. Ну и, наверное, пора уже делать какие-то выводы, какие-то прогнозы на будущее. Мы традиционно уже для текущего года делаем презентацию инвестпортфеля на предстоящий квартал. В общем-то, результаты те, которые мы получали по предыдущим кварталам, нас очень радуют. И радуют те, кто пользуется нашими прогнозами и рекомендациями. Вот, поэтому мы решили, в общем-то, немножечко про текущую ситуацию поговорить. Про то, что нас ожидает до конца года, на чем можно заработать, на каких инвестиционных идеях и так далее. Итак, ну что, давайте начнем. У нас точно все готово? Точно, да? Замечательно. Кирилл Валерьевич, а у нас же надо, чтобы и тут все виделось по-человечески, нет? Ну, спасибо. Итак, ну, давайте начнем про наше пронасущное, да? Это про наш российский рубль. Владимир Валерьевич, идемте сюда. Поговорим про рубль. Собственно, что сейчас с рублем? Что сейчас с рублем? Рубль сейчас переживает не самые легкие времена. Я бы, наверное, с этого начал. А рубле, наверное, надо как это, о покойнике, да? Либо хорошо, либо ничего. Особенно с учетом того, что в последнее время нам Минэкономразвитие говорит, что надо укрепить рубль. Непонятно только как. Непонятно, да. Сегодня вот Ксения Юдаева, первый зам главы ЦБ, сказала, что инфляция 4%, мы ее сделаем 100%, даже нет никаких сомнений. Но нужно подождать 2-2,5 годика. Да нет, сделать-то сделают. Вопрос, а ценой-то какой сделают? Вот это другой вопрос, да? И вопрос такой, достаточно интересный. Ну, собственно, что с рублем, да? По-прежнему на ситуацию с российской валютой очень серьезно влияет ситуация на рынке нефти. Пока цены на нефть держатся ниже 50 долларов за баррель. Мы вот уже писали, да, и рассказывали о... Формуле расчета? Да, формуле, элементарной формуле расчета. Сейчас, на данный момент, у нас с вами курс доллара посчитать в России достаточно несложно. Примерно российскому бюджету необходимо 3200 рублей за 1 баррель нефти. Соответственно, мы берем вот эту 3200 рублей, эту цифру, делим на текущую цену нефти. Ну, например, пускай это будет 50 долларов за баррель, ну, так, чтобы было просто, да, посчитать. И, соответственно, мы получаем тот курс доллара, который должен быть у нас с вами. Да, он очень просто считается. В данном случае это 64. Но 64 рубля за 1 американский доллар. Ну, соответственно, так как у нас цены на нефть немножечко ниже находятся, они торгуются где-то в районе 48 долларов за баррель, соответственно, и курс доллара тоже немножечко повыше. Повыше нас, соответственно, примерно, ну, в процентах на такое же количество, там, примерно получают где-то на 2 рубля. Вот таким вот образом, достаточно нехидро, можно рассчитать курс доллара. И с учетом того, что на рынке нефти, в общем-то, позитивных каких-то сигналов сейчас нет, ни с фундаментальной, ни с технической точки зрения. То есть, ну, с фундаментальной точки зрения, что сейчас с нефтью? Я, на самом деле, до сих пор держу в уме то, что нефть еще сильно обвалится к концу года. Потому что снятие санкций с Ирана, оно пока только на бумаге. А практическое снятие, полное снятие всех санкций с Ирана в середине декабря произойдет. И то, если в середине октября комиссия скажет, что да, все условия выполнены, то есть все обещания Тегерана выполнены. Но, вероятнее всего, они будут выполнены, потому что это необходимо просто всем абсолютно. Соответственно, середина декабря снимают санкции. Иран свою нефть начинает продавать очень дешево. Нефть продолжает дешеветь. Следом за нефтью, естественно, дешеветь будет и рубль. Вот момент только, какой будет курс к декабрю, вот интересно. От какой точки? В Минэкономразвитии предполагает 38 долларов за баррель будет нижняя точка. Нижнее всего. И причем они это ожидают уже до конца года. То есть получается, что мы берем 3200, если поделим на 38 долларов за баррель, то здесь у нас получится цифра, ну, примерно... Да, недалеко. Посчитайте, пожалуйста, сами. Цифры мы не хотим эти перерисовать, потому что они на самом деле страшные. Ну, напомним, что с рынком нефти сейчас происходит. На рынке нефти у нас наблюдается снижение из-за того, что переизбыток предложения. Много нефти производится, много нефти продается, мало покупается. Именно из-за этого еще в прошлом году цены на нефть начали достаточно активно снижаться и продолжают падать и в этом году. Плюс к тому, что переизбыток нефти был и до того, как сейчас добавились новые риски. Это, во-первых, Иран. В декабре месяце будут сняты санкции с Ирана. И это позволит, в общем-то, котировкам нефти упасть еще сильнее, потому что Иран будет производить достаточно большое количество черного золота и будет завоевывать рынок, конечно же, демпингуя. Они, в общем-то, этого даже не скрывают. Демпингуя, то есть, занижает цены. Причем себестоимость добычи иранской нефти равна около 20 долларов. Соответственно, все, что выше 20, для них это, в общем-то, нормально. Да, с учетом того, что 10 лет они отсутствовали на рынке энергоносителей, для них, мне кажется, и 25, и 30. Да, потом следующий риск. Это Китай. Китайский фондовый рынок, мы все с вами прекрасно знаем, как упал. В общем-то, буквально за последние 3 месяца летних, да, китайский рынок обвалился на 40%. Из-за чего это случилось? Замедление темпов экономического роста в Поднебесной. И, конечно же, если замедляется темп экономического роста, то сокращается потребление, в частности, и нефти. А это значит, что тот спрос, которого и так было недостаточно на рынке нефти, он еще дополнительно сокращается. Ну и помимо этого, нужно сказать, что ОПЕК де-факто утерял контроль над ценами на нефть. Это уже признали многие мировые эксперты, и в том числе не так давно Игорь Сечин выступал, говорил, что ОПЕК даже внутри картеля не может сдерживать те объемы добычи, которые прописаны в квотах, да, то есть они должны добывать порядка 30, по-моему, миллионов баррелей в сутки, а по факту добывается порядка 32. Соответственно, ОПЕК утерял контроль над ценами, а те, кто держит контроль над ценами, ну давайте назовем, бенефициаров, да, это все-таки, наверное, сейчас американцы, очень серьезно влияют на цены на нефть, именно американцы сейчас выбились в лидеры по добыче черного золота и, соответственно, продолжают активно наращивать эту добычу. Американцев, в общем-то, устраивает цена и на нефть более низкая, да, в общем-то, они на это согласны. Причем еще один фактор, вот знаете... Добыча станцевой нефти у них, конечно же, сократится сейчас. Вот, вот, о чем хотел сказать. Почему предрекали многие эксперты рост цен на нефть, там, например, во втором полугодии 2015 года, связывались с тем, что говорят, ну, при низких ценах на нефть, сланцевые компании, те, кто забывают сланцевую нефть, они, в общем-то, будут отказываться от своих проектов, будут отказываться от добычи, потому что... Сервировать вышки. Потому что, да, ну, нерентабельно. Нерентабельно, да. Вы слышали хоть об одной нефтяной компании, разрабатывающей сланцевую нефть, которая бы закрыла свою добычу? Пока нет. Я вот что-то тоже об этом не слышал, поэтому, к сожалению, с фундаментальной точки зрения о нефти ничего хорошего сказать нельзя. А плохое же можно, у нас даже Минэкономразвитие ожидает 38 долларов за баррель, кому интересно, 3200 рублей. Это комфортный уровень. Ну, как комфортный, это текущий, это не комфортный. Комфортный там значительно выше. Текущая цена нефти в рублях, которая достаточно для российского бюджета, чтобы он, ну, совсем не загнулся, да. Минэкономразвитие ожидает снижение цены на нефть 38 долларов за баррель. Возьмите комфортную вот эту вот, в кавычках, цену на нефть в рублях, поделите на стоимость барреля нефти, и вы получите замечательный курс доллара. Ну, сколько там будет? Давайте все-таки посчитаем. Кстати, вот эту цифру они тоже уже в течение года пересматривали. Вроде как уже 300 даже. Я думаю, что, честно говоря, они даже будут вынуждены повышать, ведь сейчас очень большие проблемы с бюджетом, да? Да. Это всем известно, в общем-то. Ну, вот у меня получается 84 рубля за доллар. Вполне, вполне логично. Это по поводу рубля. Давайте посмотрим на картинку, в общем-то, рубля. С технической точки зрения, да, что мы там с вами видим? Кстати, те, кто у нас присутствуют точно, мы транслируем еще все здесь. Так что можно смотреть. Собственно, по рублю, да, что мы сейчас на данный момент наблюдаем? Сейчас затишье, курс доллара стабилизировался где-то в районе 66 рублей. И связано это с чем? Связано с затишием на рынке нефти. Цены на нефть торгуются где-то в районе 48, уже достаточно длительный период времени. Плюс некоторую поддержку рублю оказывает... Владимир Владимирович, по-моему, единственный, кто оказывает... Ну, на самом деле, если без шуток, то налоговый период в России, который, кстати, завтра заканчивается. Напомню тем, кто забыл, расскажу тем, кто не знает, что 25-го числа каждого месяца у нас закрывается выплата налогов по НДПИ. Это налог на добычу полезных ископаемых. Соответственно, экспортеры, добывающие нефть и газ, сейчас обменивают валютную выручку на рубли и таким образом оказывают поддержку рублю. Соответственно, завтра этот фактор будет снят. И, в общем-то, на следующей неделе, скорее всего, даже при стабильности цен на нефть... Я вот что вспомнил, Глеб Евгеньевич, на следующей неделе Владимир Владимирович выступает на Генассамблее ООН. Так? Так. Все ждут этого выступления, ждут с нетерпением. Уже вокруг него там и Обама вроде как согласен с ним пообщаться на эту тему и так далее. То есть, действительно, весь мир ждет. Мне кажется, что на следующей неделе именно Владимир Владимирович может еще оказать поддержку рублю. И вот после этого, по самым как раз ценам выгодным и нужно... Он перед встречей с Обамой скажет, своим трейдерам скажет, ребята, пора, пора покупать немножко, да? Мне кажется, что может. Ну, вот вчерашняя встреча или позавчера в Нового Агарева. Немножко же мы увидели укрепление рубля. Хотя там, в принципе, это просто была задача поставлена. 3% в следующем году. Слушайте, ну что нам встреча в Нового Агарево? Ничего ж не решили в конечном итоге. Аген Асаблеево, это же не Нового Агарева. Тут весь мир будет слушать его, наблюдать за ним. То есть, может быть, на следующей неделе еще какую-то поддержку рублю окажет Владимир Владимирович. Ну, а дальше-то что? А дальше, а дальше это уже думаете сами, да? Итак, давайте подведем итог по рублю. Собственно, сейчас 66, это курс достаточно комфортный на данный момент для и бюджета, и для нефтяников, и для в целом нашей экономики. Кстати, Минэкономразвитие в своем прогнозе на предстоящие 3 года не видит вообще курс доллара ниже 60. Соответственно, 6 рублей осталось до самой-самой железобетонной поддержки. А если будут даже какие-то снижения в районе 64-65, я считаю, что это уже замечательные котировки для того, чтобы покупать. И вот, кстати, сейчас, если нам покажут нашу с вами замечательную, замечательный график по рублю, то вы увидите, что на графике, это как раз дневной график курса рубля к доллару на ММВБ, треугольник сформировался, верхняя граница его где-то в районе, получается, у нас с вами 72, нижняя где-то в районе 65, то есть 7 рублей примерно у него запас для хода наверх есть. То есть, на текущих цен где-то 7 рублей вверх прибавляйте, где-то на 72-73 мы можем сходить. Потому что, понятное дело, треугольник этот будет пробит с вероятностью в 99,9% наверх. То есть, среднесрочная цель где-то 70-72, может быть даже 73. Я 74 обозначал, но это все так же. Но на пике до конца года 84, а это ожидает даже Минэкономразвитие. То есть, мы сейчас куда ближе к поддержке, чем к сопротивлению. И, в общем-то, на поддержке, как известно, надо покупать. Это к тому, что в какой вообще, в принципе, валюте сейчас хранить сбережения. Это рекомендация. Рекомендация покупать американские доллары, перекладывать свои сбережения именно в американскую валюту. Эти рекомендации у нас остаются без изменений уже достаточно длительный период времени. Ну, а сейчас давайте перейдем ближе уже к валютному рынку. Здесь я передаю слово Владимиру Викторовичу. Он сейчас расскажет, что нас ждет с евробаксом и, соответственно, чем еще. И с канадским долларом. Начнем, наверное, тоже с небольшой фундаментальной основы, скажем так. Последнее время, последний год, я бы даже так сказал, на валютном рынке доллар укреплялся на ожиданиях повышения процентной ставки в США. Ставку до сих пор не подняли. Причем, ну, ожидали все-таки, что будет поднятие в сентябре. Остается еще два заседания ФРС. В октябре, в конце октября, по-моему, 25-27 числа и середина декабря. То есть два заседания до конца года. На одном из них, ну, на мой взгляд, наверняка все-таки примут решение повышения ставки. Но даже если и не примут, то, в принципе, получается, что такая ситуация на рынке складывается. Что глобально, то есть, ну, долгосрочно, что касается как раз этого года, да, до конца года, вероятнее всего, торговля продолжится в уже сложившихся трендах, в тех же тенденциях, которые были ранее. Если мы возьмем конкретно евро-доллар, да, переходим вот теперь к нему, то последние пять месяцев евро-доллар торгуются в достаточно таком обширном боковике. Это можно увидеть на недельном графике. Кирилл Олегович, включите нам недельный график, пожалуйста, евро-доллара. Ну, и, в общем-то, делаем выводы, что, вероятнее всего, торговля продолжится в том же диапазоне, причем тяготить котировки будут именно к снижению. Именно к снижению, потому что, ну, что тут добавить? Европа, Европейский центральный банк печатает деньги, включен печатный станок, запущен. Кстати говоря, вчера Марио Драги, когда выступал, он говорил, что, в общем-то, сколько надо, столько мы и напечатаем. То есть, никакой речи о том, чтобы останавливать этот станок, пока не идет. То есть, проблемы экономические в Европе никто не отменял, там причем новые проблемы возникают с каждым днем. Да, приток грантов, я не думаю, что поднимет европейскую экономику на новый уровень, как вы думаете? Это вряд ли. Это вряд ли, да. Так вот, получается так, что евро остается под давлением, ну, хотя бы, как минимум, потому что печатный станок запущен. А доллар по-прежнему в приоритете, и с учетом того, что до конца года все-таки могут поднять процентную ставку, до конца года доллар, наверное, в приоритете. Соответственно, рекомендация по евро-доллару будет торговать в том же диапазоне, но на продажу. То есть, продажи будут более безопасны. Соответственно, если говорить более точно, более конкретно, то мы рекомендуем открывать продажи в районе верхней границы вот этого пятимесячного флета, то есть в районе отметки 1.14500, ну, чуть выше, чуть ниже, там, смотрите, как котировки куда дойдут. И цель для фиксации прибыли мы обозначили в районе отметки 1.08500, то есть, в общем-то, нижняя граница этого флета. В принципе, в районе 1.10 располагается тоже очень серьезный уровень поддержки, ну, в принципе, можно фиксировать прибыли там, тоже 4.500 пунктов достаточно неплохая прибыль, но, мне кажется, 0.8500 все-таки мы увидим в этом году, уже в текущем году. Если котировки будут расти и уйдут выше, чем 1.14500, то далее есть очень-очень хороший, очень мощный уровень сопротивления в районе отметки 1.21, и от этой отметки можно будет, в общем-то, эту сделку усреднить. Ну, я думаю, что это маловероятно в ближайшее время, поэтому все-таки пока рекомендуем торговать в этом боковом диапазоне на продажу от верхней границы. Да, то есть, в общем, резюмирую, попробуй, да? Да, евро-доллар находится под давлением, под фундаментальными факторами, да, и хорошо его продавать где-то в районе 14.500, если я правильно понял, да? Да, да, да. Окей, хорошо, и, наверное, тенденция на снижение, ну, слабости евро, давайте, так скажем, снижения-то нет, мы видим боковик, вот эта тенденция, она, скорее всего, будет сохраняться. Окей, а что там с канадцем? Ну, с канадцем, делая тот же фундаментальный анализ, тут, опять же, возвращаешься, в первую очередь, к рынку нефти, в первую очередь анализируешь рынок нефти. Про рынок нефти мы сейчас с вами, ну, достаточно подробно все рассказали, то есть, перспективы очень туманные, вероятнее всего, нефть будет снижаться, ну, то есть, в декабре-то вероятность того, чтобы нефть будет снижаться, очень велика, до декабря, ну, может быть, еще какие-то там и боковые движения, что-то будет, но, в общем-то, в любом случае, потенциал именно к снижению. Соответственно, раз у нефти потенциал к снижению, то и у канадского доллара точно такой же потенциал. Бюджет Канады на 30% формируется от продажи нефти, здесь канадский доллар очень близок к российскому рублю. Ну, и, соответственно, рекомендация покупать валютную пару доллар против канадского доллара, но покупать на текущих отметках уже достаточно рискованно, потому что котировки выросли очень высоко, преодолели 11-летние максимумы, кстати, мы вот тоже о них ранее говорили в предыдущих наших портфелях. Но самое, наверное, главное, то, что здесь на картинке очень давно уже формируются дивергенции на недельном графике, график достаточно крупный, дивергенция четкая и явная, и дивергенция это как раз первый признак, ну, как минимум, коррекции, то есть, как минимум, мы должны с вами увидеть снижение котировок, может быть, полноценного разворота тренда мы и не дождемся, но вот эта коррекция даст нам возможность как раз купиться по выгодным ценам. Обратите внимание на график сейчас, я сейчас расскажу, что на нем видно. Итак, на графике, ну, вот выделена дивергенция, то есть, это признак того, что котировки могут в ближайшее время снизиться и предоставить нам возможность купить более выгодно. Далее растянутые уровни Fibonacci, и мы видим, что 38-й уровень, как наиболее безопасный, наверное, для торговли, располагается там же, где и уровень поддержки 1.28. Уровень очень серьезный, очень мощный, вот именно в этой области мы рекомендуем открывать покупки. Что здесь еще можно добавить? Ну, тут еще индикатор Bollinger Bands, ну, я думаю, это просто как дополнительный сигнал к тому, что действительно несколько разных моментов сходятся в одной точке. Далее для этой сделки план можно составить очень просто, потому что дивергенции имеют такое свойство подтверждаться. Если дивергенция пробьется вниз и подтвердится, мы можем просто-напросто взять и перевернуться с покупок на продажу. При том, что там запас очень-очень велик, то есть, эта дивергенция, она порядка 10 тысяч пунктов. То есть, даже если мы закроем покупку с минусом в тысячу или в полторы, перевернувшись, мы заработаем еще где-то 10 тысяч пунктов. Но это как бы план на всякий случай, если вдруг там котировки пойдут не туда. Что касается продаж до этой отметки, до 1.28, я, честно говоря, рисковать сейчас не стал бы, потому что это продажа против основного тренда доллар-канадец. Это продажа против фундаментальных данных, против рынка нефти, который склонен к снижению. Поэтому я бы не рекомендовал. Мне кажется, что до 1.36 котировки еще сходят и вот оттуда начнется коррекция. Тут просто, наверное, нужно сейчас придерживаться того тренда, который сохранился, но понимать, что глобально есть дивер, который очень серьезно может повлиять на пару. Плюс цены на нефть, вот мы говорим, они будут снижаться. И, скорее всего, действительно, до декабря месяца, как минимум, до Нового года, давайте так скажем, цены на нефть, скорее всего, будут снижаться. Действительно, это вполне вероятно. Но они не будут снижаться вечно. И, соответственно, дивер этот рано или поздно себя отработает. Поэтому, конечно же, любые покупки здесь, наверное, нужно совершать со старостью. Со старостью и ниже, наверное, все-таки текущих цен. Однозначно. Сейчас очень дорого, конечно. Итак, ну что, вроде понятно все. Ну, я надеюсь. По основным инструментам. Уважаемые участники вебинара, вы что-то не ясны. Да, кстати, если есть вопросы, нам говорят, а где инвест в портфеле? А это что? Что мы показываем? Себя показываем. А, себя показываем. Инвест в портфеле. Ну да ладно, хорошо. Итак, ну что, собственно, с основными мажорами все понятно. Вот мы проговорили про евро-доллар. Специально не стали ничего проговорить про фунт. Потому что британский фунт, в общем, понятное дело, он в той или иной степени все равно ходит за евро. Поэтому, если общее направление по евро нисходящее, есть очень сильное сопротивление в районе отметки 1.14, получает где-то 500. То по британцу все примерно то же самое, только цифры будут другие. Понятное дело, что... 1.57 там примерно. Где-то 57-56, да, вот важный достаточно уровень сопротивления для британца. И британец, ему просто будет очень сложно расти, если будет снижаться единая европейская валюта. Итак, ну что, мы, наверное, пригласим сейчас Бажену, чтобы она рассказала нам про валютные пары, связанные с... Напрямую с золотом. Да, сейчас у нас Бажена только оденет микрофон, чтобы ее слышали. И она вам расскажет, что у нас связано с валютами, которые завязаны на сырьевой сектор, да, то есть это австралийский доллар к американскому доллару, это новозеландец. И, конечно же, всех очень, я думаю, интересует золото, которое на протяжении нескольких лет снижается, несмотря на ожидание подъема. В общем-то, стоит ли покупать золото или все-таки оно будет падать дальше? Вот это мы, собственно, сейчас с вами узнаем, сейчас посмотрим. Когда-нибудь вот это. Итак, ну что там у нас, товарищи? Здравствуйте, Бажена. Здравствуйте. Что хочется сказать. Во всяком случае, мы сегодня с вами поговорим о двухвалютных парах и о металле, который достаточно интересен не только как инструмент, который является инструментом дезинфикации наших средств. Но австралийский, новозеландский доллар – это все-таки те валютные пары, где производится именно в этих странах, где достаточно высокий уровень добычи нефти. То есть в этих странах именно хорошо развита добыча нефти и очень много компаний, которые этим занимаются. Поэтому мы перейдем непосредственно с вами как раз именно к этим валютным парам. Но начнем с новозеландского доллара и посмотрим, какова ситуация по этой валютной паре и какие перспективы данной валюты у нас на будущее. Где же дно? Где же дно у новозеландцев? Да, вот, к сожалению, до сих пор у нас никто не понял, дно ли это, либо есть все-таки действительно еще перспективы. И перспективы у нас с вами должны быть все-таки понятны и видны, потому что любая торговля в рынке, она все-таки подразумевает какую-то ясность. Что можно сказать о данной валюте? Ну, учитывая, что если рассматривать ее, ну, наверное, с 2008 года достаточно хорошо поднялась данная валютная пара, сейчас, если смотреть по факту, что сейчас происходит, тот рост, который был у нас с вами осуществлен с 2008 года до 2014-2015, то есть, ну, скажем, выразимся так, за десятилетие практически, если так выразиться, цена уже половина прошла. То бишь, здесь у меня на рабочем столе используется уровень Фибоначчи, вы прекрасно видите, что цена у нас больше 50%, как прошла с того момента, как мы видели, это достаточно хороший ровный рост. Вот. Чего нам ждать? Цена на недельном графике сейчас изображена таким образом, что мы находимся уже за уровнем Фибоначчи. Вот дилемма. Пробьем, не пробьем, либо это действительно зона консолидации, которая останется, наверное, все-таки на какой-то продолжительный период времени. Сколько нам придется ждать? Цели какие? Ну, в моем понимании, скажем так, учитывая, что все-таки эта валютная пара, ну, практически периодически, чуть ли не каждый квартал идет на понижение процентной ставки. Так складывается ситуация, что хотим мы этого или нет, экономически положение данных стран, как Австралии, так и Новозеландии, склонно к тому, что процентная ставка, которая была еще в начале третьего квартала, до сих пор влияет на падение данной валютной пары. Если какие-то корректирующие движения, цена уходит вправо, они не очень продолжительные. То есть достаточно красивое, хорошее, ровное падение, практически чуть ли не в одну линейку и немаленькое залипание происходящее сейчас. Каковы наши цели на ближайший момент? Если цена у нас в данный момент пробьет ближайший уровень, здесь Фибоначчи как раз у нас где-то ориентировочно, если присмотреться, это уровень 63. Мы на нем как раз где-то практически залипали, наверное, всю эту неделю, прошлую и текущую, 63 900. И если у нас будет пробой уровня 62, то наши цели 0,57. Это достаточно неплохой перспективный ход, потому что мы здесь с вами можем взять 4000 пунктов, что, в общем-то, я думаю, это неплохой кусок для заработка. Ну, немножко вернусь к прошлому, которое у нас с вами было в третьем квартале. Нам удалось заработать 8000 пунктов именно на падение, которое было на новозеландском долларе как раз именно на начале третьего квартала. Достаточно хорошее количество, если вы вложились с нужным и хорошим объемом. Что могу сказать в отношении... Можно, Кирилл Валерьевич, к австралийцу перейти? То есть 4000 пунктов для большинства, кто торгует в рынке, я считаю, что это достаточно хороший перспективный участок. Тем более сейчас происходит, скажем так, переделка власти, я понимаю, у перерабатывающей компании во многих странах и в Австралии, и в Новозеландии. То есть я так понимаю, что там пока вопрос не решен, будет ли в дальнейшем укрепляться данный инструмент, либо нет. Но хотелось бы, чтобы именно техническое, с технической точки зрения, все инструменты показывают пока продажу. По австралийскому доллару. Ну, по австралийскому доллару такая же практически типичная картина. В прошлом квартале, в третьем, у нас прибыль достаточно неплохая была, тоже достаточно хорошо заработали 7000 пунктов. Сейчас цена практически дублирует движение цены, которое было по новозеландскому доллару. Но цена сейчас как раз находится в том же самом участке, практически дубль 2, под шаблон, прям одинаково, четко на уровне Фибоначчи, прям по верхнему максимуму, мы там залипли. Если цена у нас действительно отобьется от этого уровня, и мы как раз с вами этот вариант можем рассматривать, если кто-то сейчас посмотрит на более маленьком таймфрейме, здесь у меня недельный график, у нас сегодня, ну, так случилось, наверное, что у нас 5 часов поздно ночью, в 5 часов, сегодня на завтра, у нас будет выступать госпожа Елен. Я так понимаю, что на ожиданиях на ее выступление рынок у нас укрепился. Потому что в данный момент так получается, что новозеландские доллары, австралийские доллары пошли на рост. Это внутридневная торговля, это четырехчасовой таймфрейм, сейчас посмотрите внимательно. То есть в принципе, если сейчас пойдет рост, и цена у нас вернется к прежнему уровню Фибоначчи, а это у нас с вами как раз движение, где-то у меня тут уровень Фиба стоит, значение 0,7,71600. Если мы оттуда отобьемся, было бы как раз совершенно неплохо продать именно и получить свои, опять же, интересные пункты, которые составят 8000 пунктов. Тоже хороший участок. То есть сейчас получается, цена четко по всем валютным парам, по этим двум, по новозеландцу, по австралийцу, консдиридируется около Фибоначчи. То есть мы определим с вами уровень сопротивления и уровень поддержки. Можно торговать и в краткосрочке, и в среднесрочке, внутри дня, да. Но учитывая, что мы с вами работаем в портфеле, естественно, хотелось бы увидеть пробои явных уровней, для того, чтобы войти в рынок и получить достаточно хороший куш именно вот таким объемом. Сразу помните, долгосрочка – это все-таки движение цены, учитывая на весь квартал. Цели и аппетиты наши тоже, скажем так, немаленькие. И, значит, есть смысл, просто-напросто рассматривая вот эти наши рекомендации, в течение какого-то определенного времени можно делать доливки, войти в рынок минимальным объемом. Если рынок будет двигаться в нашу сторону, просто увеличивать лотность цены. Я думаю, это очень хорошие условия торговли будут, потому что изначально сразу войти хорошим объемом в рынок, это, наверное, будет очень рискованно. То есть начинать можно чуть ли не с одной десятой, а потом постепенно, когда цена у нас с вами перейдет достаточно хорошей, ну, наверное, в процентном отношении, если это мерить от общего хода, процентов 20 пойдет в прибыли, можно уже делать доливки. Это достаточно хорошо будет. Ну и перейдем к золоту, потому что все-таки золото у нас – самый интересный инструмент, который в данный момент у нас представлен, потому что золото всегда являлось, скажем так, инструментом, где чаще всего мы пытаемся, скажем, дезинфицировать свои средства, то бишь валютные пары, акции. Ну и в качестве именно того инструмента, который практически вечен, если так рассматривать его, мы считаем, что это как правильное самое и экономичное вложение наших денежных средств, учитывая, либо это ювелирное… Какой же, но экономичное-то? Ну, смотря на какой срок мы вложились. Нет, имею в виду, что именно экономичное. Это же дорого стоит золото-то. Ну, учитывая, что мы до сих пор не знаем по золоту, дно ли это. Знаете, все в этом мире относительно. Относительно пару лет назад, кто выложил. Ну, да, да. По мнению, если взять, что было здесь. Если смотреть, да, если смотреть именно в таком варианте, то в любом случае есть смысл посмотреть именно с этой точки зрения. Но опять же, после, скажем так, обнародования своего золотовалютного фонда Китая, я так понимаю, что большинство золота потеряло достаточно прилично в своих процентных отношениях, которые они завоевали еще в 2007-2008 году. То есть, ну, может быть, это в какой-то степени был мыльный пузырь, который раздули, и золото стало настолько дорого. А сейчас действительно золото должно быть переоценено и все-таки вернуться к тем, той цене, которую он действительно реально стоит. То есть завышенная цена, безусловно. Ну, учитывая... Потому что мы же знаем о себестоимости добытах. Знаем, Миша, чего по-моему... Ну, все... А сколько себестоимость добыт сейчас? 960 долларов. Ну, как-то так и рассматривают, что за 900 за унцию, потому что вот, когда упал доллар во время... Ой, когда упало золото во время именно девальвации юань, когда обнародование было... Обнародование было непосредственно золото-валютного фонда в Китае, многие именно аналитики говорили о том, что золото все-таки пойдет на падение, и стоимость золота будет в данной ситуации все-таки не... Как мы предполагали, что все-таки будет рост, и мы вернемся к тем же целям, которые были. К сожалению, сейчас вот у аналитиков очень такое дипломатичное сейчас выводы. Кто-то утверждает, что будет чуть ли не тысячу за унцию давать, кто-то говорит, что действительно золото вернется к прежним уровням, которые мы с вами в этом году хотя бы достигали. Но с технической точки зрения, если смотреть на инструменты, несколько другая картина. Потому что сейчас у нас с вами все-таки две площадки на золоте. У нас с вами есть китайская биржа, есть лондонская биржа. Безусловно, учитывая, что Китай у нас вмешивается в процесс, и достаточно часто вмешивается в процесс, пороговать по золоту, учитывая, что он действительно фундаментально. То есть влияние на золото, золотовывающие компании, спрос Китая, Индии на данный инструмент, ну и России при всем при том, хоть мы и занимаем шестое место в мире по покупке золота, и по его, скажем, по добыче, но кто знает, как сместятся в данный момент очередности. Вдруг мы найдем какие-то резервы, либо наоборот Китай. То есть эта ситуация абсолютно достаточно, скажем так, прозрачна. Техническая точка зрения на золоте у меня формируется, как раз на недельном графике, если рассматривать, формируется клин, нисходящий клин, достаточно большой. Ой, Кирилл Олегович, а можно это дневной, там еще есть недельный? То есть в долгосрочной тенденции, если рассматривать, там варианты такие, еще назад, там еще один есть. Вот. То есть здесь получается на долгосрочке, если рассматривать, здесь с 2013 года и по сегодняшний момент, действительно все максимум и минимум умеют вот такую достаточно интересную графическую форму. Если у нас с вами в ближайшее время так произошло, у меня там уровень Фимоначчи стоит на значении, как раз 1114, мы его достигли, даже пробили сегодня, именно внутри дневной торговли. Но, опять же, чем это связано? Статистика сегодня была по Америке, по безработице. Сегодня, во-первых, завтра утром мы ожидаем выступления госпожи Елен. То есть, скорее всего, именно на ожиданиях, именно все эти валютные пары и инструменты в том числе у нас с вами подросли. Насколько этот момент будет продолжительный, хотелось бы верить. Почему? Потому что если у нас с вами сейчас произойдет пробой, это как раз у меня еще и 1114 уровень Фимоначчи, то есть так совпало удачно, что у нас два уровня, которые цена должна преодолеть буквально, в смысле, как препятствие. Если мы его преодолеем, то у нас цель с вами получается следующий уровень, на пути которого у меня стыд, это следующий уровень долгосрочной тенденции на недельном графике. Это уровень 38,2 по ФИБО, когда у нас с вами за одну унцию будет давать 1480. Хотелось бы, да. Естественно, технический анализ рынка должен постоянно идти нога в ногу именно с фундаментальными. Если действительно у нас с вами фундаментальные новости, спрос на наш инструмент будет, потому что действительно это тот инструмент, в который стоит вкладывать. Просто растет золото медленно. И должны быть какие-то определенные условия, способствующие данному именно инструменту в качестве роста. Поэтому если мы с вами рассмотрим вот данный момент такой пример, это на недельном графике, то наши цели, в принципе, достаточно интересны будут. И минимальное количество пунктов, которые мы можем заработать, где-то ориентировочно 4000 пунктов нам можно заработать. Это по минимуму. Кирилл Ильич, а можно еще дневной график посмотреть? Там более ближайшие цели у нас есть. То есть ближайшая цель, которую сейчас мы с вами рассматриваем, то есть сегодня так уж получилось, что мы достигли уровня 1550. Тут уж так вышло. Да, то есть мы, в принципе, прошли это количество пунктов, цена достигла. Сейчас вариант какой? Мы либо этот уровень пробиваем, либо мы отбиваемся, и следующая цель у нас 1190. То есть, в принципе, получилось, что в данный момент, пока утром формировались какие-то наши данные к подготовке к инвестиционному портфелю, первая цель у нас, в общем-то, достигнута. Чего мы сейчас ждем? Мы ждем отбоя от этого уровня, либо пробоя. То есть, куда точнется график? Если мы с вами увидим движение цены именно за пределами, то наши цели на рост золота. Но что может быть? Учитывая, что внешний вид графика у нас с вами максимум, цена августа, не смогли пробить. Сейчас ожидания именно, которые мы хотели бы, скажем так, связать с тем, что процентная ставка все-таки, я так думаю, до октября месяца золото немножечко так и останется в таком же положении, августовском. Потому что золото действительно тот инструмент, который явно связан напрямую с долларом. Поэтому здесь технические данные, которые мы используем, и наши индикаторы, которые мы используем, это одно, но рынок иногда диктует совершенно другие условия. Поэтому торговля в рынке и спланирование покупки до именно золота с какими-то долгосрочными целями, опять же, вернусь к тому, что мне бы хотелось, чтобы вы входили в рынок именно, торгуя по нашим рекомендациям и с нашим портфелем. Потому что действительно есть у кого спросить. Давайте подведем итог. Для тех, кто не понял, что делать, во-первых, новозеландец, все-таки ждем продолжения нисходящего тренда. Да, мы ждем отбоя. Мы ждем отбоя от уровня Фибоначчи. То есть у нас здесь получается на Фиба. Скажите, где открывать сделки? Так, сделку надо открывать от уровня 62. 0,62. 0,62. Это покупка. Это продажа. Да, продажа. Это продажа от этого уровня. Либо это минимальное значение цены сегодняшнего дня. Либо, если у нас сейчас цена сегодня, к сожалению, у меня на графике открыты недельные свечки. Если смотреть внутри дня, то есть смысл. Нет, стоп. Ну, три дня нас не интересует. У нас инвестор 4 на 4. Тогда ждем отбоя от уровня 63.900. Оттуда сверху продадим. И будем ждать цель 0,57. То есть, в общем, где-то в районе 64. Да. 0,64 примерно продаем. Оттуда можно продавать. Так, австралиец. По австралийскому доллару. По австралийскому доллару, у тебя так очень похожая такая же картина. 0,71.600. У нас как раз там уровень Фиба. Если мы от этого уровня увидим сигнал отбоя, мы будем продавать с вами с целью, ну, скажем так, цель достаточно амбициозна. Уровень 0,60. Ну, а по золоту ждем все-таки роста. Нам желательно по золоту сейчас дождаться именно пробоя уровня, который сегодня цена достигла на значение 1150. Если мы от него его пробиваем, то у нас следующий уровень 1,20. 1,222, потом 1,222, но вообще где-то на 1,5 тысячи, грубо говоря. Желательно, да. То есть мы сейчас как раз именно учитывая, что рынок в ожидании, мы ждем движения на рост по золоту. Может быть, если не пробьет, чуть ниже его будет. Я передаю слово Глифе Евгеньевичу. Итак, ну что, по золоту все понятно. Большое спасибо, Важен. Я думаю, что можно перейти теперь к рекомендациям по американским акциям. Собственно, на самом деле мы вот в предыдущем квартале, да, еще летом, я помню, мы проводили подобное мероприятие и рассказывали о том, что мы ждем от американского фондового рынка. И, в общем-то, с тех пор, по большому счету, наши рекомендации не изменились. Я сейчас покажу буквально несколько идей и инструментов, по которым мы работаем. Но первое, наверное, традиционно, да, это наша любимица, наша любимец, как правильно сказать? Apple вроде он, да, а акция вроде она. Ну, давайте называть... Яблоко вроде оно. Яблоко вроде оно, да, правильно, подсказывает мне, подсказывает мне, Владимир Викторович. То есть, ну, непонятно. Давайте так, наша любимица все-таки, да, акция компании Apple. Собственно, Apple является мировым лидером в производстве всевозможных электронных гаджетов и по объему выручки, по объему продаж, по капитализации и так далее, и так далее, и так далее. Это, в общем-то, лидер, с какого боку ни посмотри. Давайте взглянем, что мы рекомендовали. Посмотрим на графики, взглянем, что мы рекомендовали в предыдущем прогнозе по Apple. Собственно, вот специально сначала мы демонстрируем то, что мы ожидали. Мы ожидали, что Apple может снизиться вплоть до 98 долларов за акцию, и говорили, что, в принципе, можно покупать и в районе 100, там, при снижении к 98. Ну и давайте теперь переключимся на то, что мы видим на текущий момент. Ну, собственно, я не знаю, нужны ли здесь комментарии. Собственно, это тот же самый график, только уже в режиме реал-тайм практически, да. Мы видим, что Apple как раз до 98 сходил, и сейчас торгуется чуть выше нашей, ну, второй, получается, поддержки. Да, это в районе где-то 109 долларов с половиной за одну акцию. Собственно, рекомендации здесь сохраняются, и верните нам, пожалуйста, предыдущий слайд. Цели, которые мы обозначали по Apple, это 140, может быть, даже 150 долларов за акцию. Собственно, Apple это единственная в мире компания, капитализация которой в самом скором времени может достигнуть 1 триллиона долларов, и как раз 1 триллион долларов капитализация будет на уровне примерно 150 долларов за одну акцию. Собственно, эти рекомендации сохраняются, и, в общем-то, тем, кто держит позиции на покупку по Apple, держим. В общем-то, тем, у кого позиции нет, ну, в принципе, сейчас мы находимся на поддержке. Давайте посмотрим на Boeing. Собственно, одним из итогов поездки лидера, китайского лидера в Соединенные Штаты Америки стала закупка Boeing, там, какую-то сумасшедшую просто сумму, сколько там, не помните? Какой-то, в общем, рекордный объем покупки Boeing, причем впервые за всю историю Boeing откроет завод за территорией Соединенных Штатов Америки, завод будет как раз-таки в Китае. Так что, в общем-то, я думаю, что уже сегодня мы должны увидеть поддержку акции, поддержки, эта новость, скорее всего, окажет поддержку акциям Boeing. И по этим акциям мы сохраняем свои рекомендации покупок. Давайте посмотрим, что мы рекомендовали в предыдущем инвест-портфеле. Мы ее называли здесь в качестве уровня поддержки уровней 130-122 долларов за одну акцию. Где-то в этом диапазоне, соответственно, была рекомендация. Ну и если посмотрим сейчас на график уже текущий, посмотрим на график уже текущий, посмотрим, как мне, знаете, вспоминается это, как в фильме-то бриллиантовая рука, да, по-моему, было. Брюки превращаются, брюки превращаются, превращаются брюки. Ну, собственно, требует ли вот этот вот график, который мы сейчас с вами видим, каких-то комментариев, в общем-то, все те же самые поддержки и сопротивления, которые были в предыдущем прогнозе, мы их здесь сохранили и видим, что оба уровня и 130 долларов, и 122 доллара за акцию были отработаны, и сейчас котировки от этого уровня растут. Вернемся к предыдущему графику, цели, которые мы обозначали по акциям Boeing, это где-то 165-170 долларов за одну акцию. Ну, как минимум, да, давайте так скажем, вот минимальная цель, которая возможна, это 150 долларов, которая будет реализована однозначно, соответственно, можно вот таким вот образом здесь заработать. Ну и давайте посмотрим еще следующую идею, это CISCO Systems, собственно, CISCO является одним из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования, один из крупнейших интеграторов всевозможного телекоммуникационного оборудования, капитализация компании превышает 150 миллиардов долларов, и при этом вот в прошлом году выручка, точнее прибыль компании за прошлый год составила более 8,5 миллиардов долларов, то есть, ну, достаточно хорошие показатели, да. Давайте взглянем, что мы рекомендовали по CISCO. По CISCO мы говорили, что ожидаем снижение в район где-то 22,5, может быть, 24 долларов 30 центов за одну акцию, и дальнейший подъем, соответственно, вплоть до 34 долларов за акцию. Давайте взглянем, что сейчас мы видим на текущий момент, вот сегодня котировки торгуются где-то в районе 25 долларов за акцию, а на минимуме они были, ну, практически 23 доллара за одну акцию. То есть, вот тот диапазон, в районе которого мы рекомендовали покупки, а сейчас мы вернемся к предыдущему слайду, да, тот диапазон где-то в районе 22,50, 24,30, он, по сути, себя сейчас оправдывает и на текущий момент уже приносит неплохую прибыль, да. Ну и давайте разбавим эту группу из компаний, которая представляет какой-то телекоммуникационный сектор, производственный сектор, сектор производства, всевозможное производство оборудования, да, посмотрим на акции Walt Disney, все мы с вами смотрим мультики этой компании, наши дети смотрят мультики от этой компании, это крупнейшая мультипликационная студия в мире. И, собственно, что мы рекомендовали в предыдущем прогнозе, что говорили в предыдущем прогнозе по акциям данной компании. Мы, напомню, называли целями для снижения 92,40 доллара, ну и 95,60, где-то вот этот диапазон рекомендовали для открытия сделок на покупку, цель порядка 110 долларов за акцию. Давайте взглянем, что произошло, собственно, я опять же думаю, что все те же поддержки сопротивления, как видите, мы оставили без изменений, я думаю, что здесь не требуется каких-то особенных комментариев. В общем-то, все поддержки наши себя оправдали, котировки падали даже чуть ниже 92,40, и после этого сейчас они торгуются уже более чем за 100 долларов за одну акцию, то есть рост, ну, собственно, порядка 10% от нижней поддержки уже есть даже на текущий момент. Напомню, цель по акциям Disney это, ну, как минимум 110 долларов за акцию, ну, а если вернуть сейчас в следующий слайд, то на максимуме, напомню, акции Disney стоили порядка 120 долларов, соответственно, потенциал здесь еще сохраняется порядка 20 долларов. Мы где-то долларов 8 вверх сходили, еще 20 можем сходить смело, ну, 10 это прям практически гарантированно. Поэтому все те рекомендации, которые мы давали, это пока рано, все те рекомендации, которые мы давали в предыдущем прогнозе, это было, напомню, где-то в районе июня месяца, первая декада июня, они остаются все без изменений, в общем-то, все эти идеи, которые мы там проговаривали, они себя неплохо отрабатывают, показывают хорошие результаты, часть из них мы сейчас, соответственно, продемонстрировали. И напомню, что помимо таких компаний, как Apple, помимо Boeing, помимо Cisco, помимо Disney, мы еще включали в свой портфель акции компании Nike, MasterCard, Starbucks у нас там был, Facebook, Tesla и так далее. То есть у нас там порядка 10 акций было включено в этот портфель и рекомендации по ним сохраняются. Мы могли бы точно так же сейчас продолжить показывать, что у нас и по этим акциям, но, в общем-то, сами понимаете, там ситуация плюс-минус примерно такая же, то есть все рекомендации, они себя очень неплохо оправдывают. Соответственно, на финансовых рынках сейчас, как вы видите, достаточно большое количество возможностей и до конца года мы можем увидеть достаточно неплохой рост американского фондового рынка, пока FED Reserve не повышает процентные ставки акций, американские компании будут чувствовать себя достаточно уверенно. Опять же, на ожиданиях повышения ставки будет себя неплохо чувствовать и американский доллар, и не только против российского рубля, и против европейской валюты, и против австралийского доллара, и новозеландского, и канадского. Соответственно, ставка до конца года очень простая, мы ставим на рост американского доллара и рост американских активов. Вот, давайте, может быть, я не знаю, вопросы какие-то есть у участников вебинара, чтобы мы могли на них ответить, да? Ну, собственно, вопросов я не вижу. Уважаемые участники вебинара, пишите, пожалуйста, вопросы, если эти вопросы есть, чтобы мы могли на них ответить если вопросов не будет то я думаю можно на сегодня завершать можно конечно эту беседу продолжать до утра следующего понедельника но и так все понятно полная версия инвест портфеля будет доступна только клиентам компании аналитика онлайн и клиентам нашего партнера компании profit group так что если вы уже являетесь клиентом компании то требуйте если еще пока не являетесь то самое время этим клиентам стать да собственно ну а так как мы всегда традиционно под каждый инвест портфель оглашаем достаточно интересные предложения по открытию счетов по и совместной работе по инвест портре давайте мы их и сегодня озвучим в общем то сохраним нашу сами традицию собственно какие предложения у нас есть на текущий момент это барабанная дробь но уже в общем то все все видят да при пополнении торговых счетов на сумму от 5000 долларов то есть любой клиент компании если вы уже имеете счет компании то вы пополняете счет на 5000 долларов или если вы не являетесь клиентом компании открываете новый счет пополнять на 5000 долларов что вы получаете во первых напомню текущий курс на ммвб курс долларов районе 66 рублей в обменниках курс порядка 67 рублей за один американский доллар мы предлагаем конвертировать рубли по 6450 то есть ну порядка там 2 3 рублей вы уже зарабатываете просто при открытии счета с каждого доллара это пополнение по курсу 6450 помимо этого при пополнении счета на 5000 долларов и получаете бонус в размере 50 процентов своему депозиту то есть пополняем счет на 5000 долларов и сверху получаем еще как минимум две с половиной да ну и помимо этого подписка на торговые сигналы с сроком на один месяц разумеется в наших торговых сигналах на сайте ау и фэкс точка ру мы будем вести рекомендации в рамках вот тех портфелей которые были озвучены сейчас вы получите возможность эти портфели реализовать но по крайней мере по валютному рынку да потому что собственно с 5000 долларов соваться на золото или тем более уж на акции я бы не рекомендовал но а привод пополнение уже от 10 тысяч долларов здесь курс при пополнении он еще более сладкий 63 рубля за доллар напомню на ммвб сейчас порядка 66 то есть как минимум три рубля вы зарабатываете с каждого доллара просто при пополнении торгового счета бонус 100 процентов сразу при пополнении плюс возможность участия в программе пассивный доход то есть получается сто двадцать шесть процентов вы можете получить сто процентов единовременно и 26 процентов в течение года по программе пассивный доход ну и самое главное это помощь в реализации идеи инвест портфеля вы получаете при пополнении торгового счета от 10 тысяч долларов у нашего партнера компании профит групп и так ну давайте все таки может быть вопросы какие то есть сразу скажу что эти предложения они не вечные да это предложение действует у нас до конца сентября то есть четвертый квартал напомню начинается 1 октября соответственно а до 1 октября мы формируем группу тех кто будет с нами реализовывать эти инвестиционные идеи вместе с нами будет реализовывать те идеи которые мы сегодня рассказали да и те которые у нас еще остались припасенными для тех кто станет клиентами нашей компании или соответственно уже является клиентами компании что говорил вот бывает такое договорились говоришь и и потерял мысль собственно будем реализовывать эти инвестиции уже с 1 октября да потому как начинается четвертый квартал и будет самое время начинать их реализовывать до конца месяца если вы еще не воспользовались этими предложениями то ими необходимо воспользоваться ну на этом наверное все да будем завершать на сегодня спасибо всем кто был сегодня на нашем вебинаре вопросы и комментарии по а и